МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...як двум с половой тысячам объектов. И ке сродки готовы оплатить новые уладальники, и чему першепочатковый кошт у некольки миллиарда рублёв часто снижается до одной базовой величины. Ситуацией потекавился Олег Синтероу. По околькосе утягнутых у господарший оборот объекта в Гомельской области сегодня находится у республицы. На першем месяце по отсутности зараз у регионе не выкорисовывается только полутора процентов державной майомости. И такие лишь бы на объектах, яке набыты у темнику про аукционы, открыто больше тысячи новых просовных местов, на створение яких укладено коля 100 миллиардов рублёв инвестиций. Происходит на предприятиях оптимизация. Оптимизация предусматривает сокращение затрат и, как правило, высвобождение излишних, либо непрофильных активов. Они все придут к нам в планы 2016 года. И мы не оставляем эту работу на потом. Уже буквально сегодня у нас в фонде начата защита графика вовлечения в хозяйственный оборот на 2016 год. Сегодня-то у фонде Гомель оболмаемость подлечения. Кошт одного квадратного метра нерухомости, набытый у державы, как минимум у 20 разов ниже, чем у коммерциальных структур. Хоть достатково дорогие объекты на продаж так само выставляются. У этом месяце, например, покупникам пропануть будинок бурога господатчика суда за 16 миллиардов и будинок кинотеатра юбилейный на 3 миллиарда тонней. А пошлий киносеанс у им прошел 4 годы тому. Старые афиши висят и зараз, але уже не для рекламы, а каб закрыть проблемные места на стенах. Памятайся к тому песне. Старый рояль, он помнит, не веду, что памятая гэтая рояля, але охотка его продадуть. Разом з усім будинком были кинотеатры юбилейные, оценены у 13 миллиардов рублёв. Правда, на кольки поспеховыми будуть аукционы по продаже таких дорогих будинков, сказать поколь не може никто. Рак так освечить, основная частка объекта реализуется со скидки 80%, те у вогли за одну базовую величиню. Божь тяжко продаются будинки, які заявляются историчной каштовностью для проведения их ремонту и наступной эксплуатации. Необходно выконать шерох умов, причём термин усіх необходных узгадненьев може складаць некакі годыў. Предпринималік Александр Бульбанков былую пральню набыл больших за 3 миллиарда рублёв. У гэтым месяце тут открытся магазин. Правда, колькі часу тепер спотребіцца, каб окупіць укладзі на сродкі, прогнозаваць поколь не берецца. Чесно сказаць, може быть, в том году это была цена нормальная. Щас, при сёняшній обстановкі на рынке недвіжимості, то, може быть, это была і дороговато. Ну, купіли, зделали, да, паэтому не жалеем, скажам так. Пачынаючы з 2008 года на Гомщені скасывалі токі 67 договорів об продаже аб'єктів державной майомысті. Пачын, палову вернутых будынку потім знов утягнули господарчий абарот. Хаць у Воглі такі выпадкі ў регіоні імкнузся з вісті да мінімуму. Пачынаючы от проведення талмачальних розмов до активной рекламной кампании. Проводім рекламные які-то кампании через СМІ, через інтернет, через соседнє государство, пробуємо через систему масової інформації інформіруювати о налічі таких аб'єктів, які услові, які льготы действують при пакупці аб'єктів на нашій території. Олександр Тюров, Євген Макеїнка, Телерадо, компанія «Гомель». Прайшло в язнуе пасяджені Прізідуума обласного аб'єднання «Беларускі Саюз Жанчын». Прасставніці самых розных сфер дійності адправіся ў добру шкап правірыць арганізацію працы Жанчын на прадприємствах і аказаць дапамогу сім'ям, які амаюць ў гэтым патрэбу. Сюрод припынка ў самая важная установа района, фарфоровы завод, малошно-таварны комплекс, поліклініка і жаночы монастыр. Усюду вяліку увагу надавалі ахові здоров'я, тому за саблівай цікавістю даследувалі районну поліклініку. Тут працює більш як 600 жанчын, і для кожны узростові категории празначаны сваі гаранты. Починаючы ад отримання жиля і організацій вольного часу до матеріальны допомогі шмадзетным сім'ям і адзінокім маті. А крамя таго жанчыны можуть скористаць платными паслухами со спеціальна скидкай. А разнастайнасті і популярність процедур тут немагчыма не адзначыць. Ця рот народных фаворитів – душарко. Када начался топітельный сізон, я принімала ці 10 процедур, а потом ещё перед весенніми днями тоже будзем займацься ціми процедурами, тому как надо дзержаць форму. Неабыякавы і даздароўе і на фарфоровай фабрыцым. А крамя фізіотерапії, інгаляцій дантыста, на предприємстві раз у місяц консультации праодзіць ўрачы, які необходна іменавіта жанчынам. Дарачы, усе паслухі тут абсолютно безплатны. Трэба адзначыць, што фізічна тяжку роботу або небезпешну для здоров'я жанчыны не выконываюць. Пры гэтым абйом працы немаленькі. Напрыклад, ў самым творчым, малявничым цеху жанчыны ў день расписываць як мінімум 300 вырабаў. Беларусський союз жанчын заинтересован в том, чтобы знать, сбываць, видеть, анализировать, как же на местах оказывается медицинская помощь женщинам, как у нас охраняется детство. И вот сегодня то, что мы увидели на фарфоровом заводе, это, наверное, дорогого стоить. Союз жанчын не покинул без уваги домы, у яких выховываць ў не полнолетняя за соблевастями физичного развитя. У Международный день инвалидов активистки наведалися м'ю, де мати выховывая дитя инвалида. Трогодово Веронице привезли самые розные подарунки и леки. Я даже не знала, шо ко мне приедут, спасибо большое, што поздравили, за подарки спасибо. Умацывание здоровья, клопот про семью, протягнение жанчын у администрационный процесс основны задачи объединанням. Удобруши с этими указаниями справляются годным. Але уже зараз, на опошнем, у гэтым годзе посажение жанчыны обмерковать корыстные для усяго региона распрацовки на наступный год. Катерина Сапельникова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Мазырское районное отделение Белорусского товарыства «Червоного крыжа» почало выдачу ваучеров для вымушенных переселенцев з Луганской и Донецкой областей. Специально оформленные чеки, призначенные для набытя продуктов харчаванне и гигиеничных сродков, и выдаются тем, хто мае у гэтым особливую необходность. У Мазырским районном отделении Белорусского товарыства «Червоного крыжа» у ГТД «Шматлюдна». Тут почали выдавать специальные ваучеры для вымушенных переселенцев з Луганской и Донецкой областей. Свои особливые чеки, кожным номиналом у 200 тысяч рублей, можно обменять на продукты харчаванне и предметы першой необходности. Уся года конца Снежня в районе будут реализованы 1100 ваучеров. Сегодня мы заканчиваем выдачу ваучеров для уязвимой категории населения, вынужденных переселенцев, которые прибыли к нам из Луганской и Донецкой области. Ваучеры выдаем пенсионерам, инвалидам, неполным семьям. Люди, конечно, нам за это очень благодарны. И у нас сегодня тут такая атмосфера доброжелательная, очень позитивная, потому что эта помощь действительно существенная. Людмила Иваненко улик вымушенных переселенцев утрапила у лютым этого года, когда разом с семьей бегла с дому. Родная для ее земля Донецкая область до этого часу з'является одной из самых гаражных крупок. На ватсёне, жахи перожитого, женщина вспоминает со слезами на ватсах, при этом нестомно дякуючи гостинным мазаранам. Семьи выделили дом у вёске Мелешковича. Мужу и жёнце пропоновали працу, а дитяте – махшимость отрымливать эдукацию. Как мы приехали вообще без ничего, и два одеяла мы выскочили с подвала, два одеяла, ребёнок и ноутбук, и мои родители. Поэтому для нас очень это большая помощь, так как ни вилочки, ни ложечки. Мы устроились в деревню Мелешковича, колхоз нас принял, хорошо дали нам дом. Красный грец нам хорошо помог, спасибо большое. Нам дали сразу лаучер. Ребёнка я одела, сама оделась. Так более-менее. Люди помогли, спасибо, конечно. Мебель и одежду. Ну, вообще Беларуси спасибо. По трымку района и организации «Червоного крыжа» семья Иваненко чувает до этого часу. Так само перед новогодними ваучеры отрымают ясше сотни людей, які волей лесу пынулись у тяжким становища. Но вот такая одноразовая допомога для её адресату вельми актуальна. И большая стих, кто сегодня переступая порог доброченной организации, объедновывая одно мощное и щирое почутё подзяку беларусам за допомогу. Катярина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мазыр». Специально для телерадио-компании «Гомель». Открытый Кубок Министерства по надзвучайных ситуаций в Беларуси по самбо протягивается у «Гомелі». Напередодни проходили попередние бои и схватки за третье место. Сегодня финалы. ГТС-поборництва – этап круглогодовой «Спартакияды» ведомства. Кубок проводится с 2004 года. В минулом году на споборництву приехало 16 команд у «Тымлику» из России и Украины. У селетним кубку примают удел 8 дружин от кожного областного и столичного управления УМНС, а так само ведомостных навучальных установ. Усяго коля 60 удельников. Такая пораунально невеликая колька спортсменов на видовищность схваток не поуплывала. Конкуренция на высоким узровне. Ближе к финалу, полуфиналу, будут очень серьезные схватки, потому что ребята выступают друг к другу, не хотят. Первого разрядов очень мало. В основном КМС, мастера спорта, мастера спорта международного класса. Супрацовники МНС выходят и в состав национальной сборной Беларуси по самбо. Спортсмены-профессионалы традиционно примают уделу в ведомостных споборництвах. У своих ваговых категориях змагаются призер чемпионату света по самбо Ялген Семачкин и чемпион Европы по дзюдоу, дельник олимпийских гульняв Сергей Новиков. Амаль никто не сумнявался, что обо два будут выступать у финалах. У Сергея Новикова соперник уголовным поединку Василь Вайтяхович. Самбисты добра, знаемые один за одним. С этим соперником уже, наверное, получается третий или четвертый год встречаемся в финале. Поэтому друг друга знаем, тем более боролись, начиная вместе с ним с юношей. За споборництвами сочатся выхованцы лицея при инженерном институции МНС. Выступление вядомых спортсменов для будущих воротовальников добрый приклад и стимул. Махчима нехта з'еху будущим будзе на татаме оборонять гонор своего подразделения, тиноват краины. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадио компания «Гомель». На этом наш ранешний выпуск завершен. Дзенны глядите сёння на телеканале «Беларусь-1» у 15.15. До новых встреч у эфиры.